так итоги сегодняшнего дня до монстрика куча всякой мелочевки свежак а напрасно не зло не добро не пропало мне правду зло только этого мало только-только-только-только этого мало вот и лето прошло словно и не бывало нас прикрепляло тепло только этого мало в чем друзья последний день календарного лета завтра 1 сентября но дети в школу не пойдут впервые наверное это бывало что попадала по моему на выходные дни на зале линейку проводили не знаю будет ли именно 1 числа какая-то линейка и все перенесут на 4 ну в общем не об этом друзья у у нас днепр 2210 вечер как можно заметить по отсутствию солнышко и такой вот красивый огромный луны сейчас эффект как и называется правильно голос гола луна видео так вот рамочка такая небольшая вокруг луны что по обстановке данному моменту у нас тихо принципе более-менее спокойный день что по новостям на которые возможно стоит обратить внимание ну во первых посмотрел отрывок интервью михаила подаляка советник офиса президента в телемарафоне и он немножко меня удручил если грубо говоря сейчас у нас информационное пространство она забита огромным количеством информации что-то наши источники что-то зарубежное и зарубежные сми там различные газеты они очень много дают информации по поводу и контрнаступление и потерь украины и т.д. и т.п. информация которая часто она не совсем сходится с нашей официальной информацией и прокомментировал так михаил подаляк что говорят контрнаступление не оправдало ожиданий еще чего-то он сказал что так взывал к совести сказал что вы же граждане своей страны почему вы склонны верить каким-то зарубежным источникам каким-то зарубежным источником и не верить своим источником не верить генеральному штабу не верить в победу и так далее сказал что если вот именно с сарказмом это сделал но честно вот неправильно он говорит если вы не верите свою страну не верите источники так может быть вам стоит купить справку у военно-врачебной комиссии и попытаться интегрироваться выехать из страны попытаться интегрироваться в другое общество общество другой страны очень миша что я тебе скажу в этом конечно молодцы все вы не испытываете дефицита денег ты миша не грузишь ящики что-то не выгружаешь не знаешь как найти лишнюю тысячу гривен на лекарства верно в аптеке не заходишь за тебя это кто-то делает если что-то нужно тебе или твоим родственникам ты миша пытался этим сарказмом да якобы намекнуть что многие купили справки сейчас вы этим вопросом занимаетесь что будут находить там возвращать аннулировать так может миша если ты желаешь людям дать возможность до выезжаете попытайтесь интегрировать интегрироваться многие выехали миша многие интегрировались и возвращаться в украину не хотят и не будут этого делать так может миша если ты такой умный и кидаешься такими словами может быть вам михаил следует открыть границы и посмотреть какое количество людей вы едет и попытаются куда-либо интегрироваться как вам такое миша если же вы так выражаетесь и говорите покупаете зачем покупать зачем вы хотите чтобы люди незаконным способом выезжали откройте границу и посмотрите что говорится не будем о плохом и лучше сделаем иногда все таки нужно фильтровать что вы говорите и кому вы говорите в официальном уровне а не умничать и вместить из посту в порожнее кстати на этом фоне новость прочитал новая оборудка с минобороны в общем какие-то там наши предприятия хотела продать в минобороны танковые двигатели в количестве 80 штук по 77 миллионов гривен при том что написали СБУ выявила разоблачила схему розничная стоимость одного двигателя 24 миллиона смогли вовремя пресечь и не допустить разворовывание бюджета в особо крупных размерах ну понятно те бизнесмены они хотели продать по 77 миллионов а те кто покупал они ж видели характеристики двигателя что они не знают что в минобороне кто этим занимался почему вы сказали их наказали не наказали ведь они то видели что это двигатели которые стоят 24 миллиона не 77 или там у вас слепые хорошо вот это немножко подкумаривают ну зато михаил подоляк умничает что кому делать во что кому верить воспитывает патриотизм ого ого мохито со скидкой надо брать это отрава но охлажденная отрава еще и за 20 гривен это то что мне сейчас надо а отрава 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 будем пить эту отраву миша подалеку это не понять как пить отраву он наверно пьет боржоми и грозит южного центра попивая сок у себя на районе скидка возьмем аллее на это было что-то здесь еще а соль эту ядерова на 48 процентов скидка будет никто не берет альгией обмахнула еще и здесь видите тоже 44 процента скидка значит выходно так продавать значит когда был дефицит просто наживались на 2 на 3 умножали ну что минус никто ничего продавать не будет макарошки макарошки своя линия со скидкой а не или паста со скидкой вот это оно что-то мне надо было еще блин что не помню макарошки макарошки и что-то еще в общем придется звонить звонок другу делать позвони узнаю вторая вещь как это не банально но это хлеб яйца опять чуть-чуть из они выросли и они сейчас не нужны и 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 будет все назовем на кассу так друзья уже 2230 на данный момент все также спокойно может начали ролика еще вставлю вам итог рыбалки утренней я таки второго картика смог выцепить опыт не пропью хочу вам пожелать хорошую хорошей доброй ночи если задел чьи-то чувства своими высказываниями все персонажи выдуманы совпадение с реальными людьми случайно не берите близко к сердцу всем добра хорошей ночи и до нового выхода на связь конечно пушка до эффекта гало можно наблюдать рядом с луной